До начала нового учебного года остается не так много времени, а беспокойность родителей, на попечении которых находятся дети с особенностями здоровья, возрастает. В Подмосковье не хватает коррекционных школ, а обычные учебные заведения не готовы принять таких деток на обучение. Эта ситуация широко обсуждалась на рабочем совещании Комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области. И вопрос самый главный, самый важный, будем подумать об инклюзивном образовании детей с инвалидностью в Московской области. С одной стороны, это очень хорошая тема, это очень замечательно, что у нас это будет происходить, но, к сожалению, у нас очень много проблем в этом плане. Поэтому мы сегодня пригласили наших родителей, мы пригласили министерство, мы пригласили из Одинцовского района все профильные комитеты. Это управление судзащиты, управление опеки, управление образования. И поэтому мы хотели бы, конечно, чтобы мы все вместе посмотрели, а что будет происходить, потому что проблем очень много. В чем эти проблемы? Проблема в том, что не всегда ребенка можно устроить в общеобразовательную школу, даже тогда, когда у него есть медицинские показания. Администрация Одинцовского района в этом вопросе держит руку на пульсе. В муниципалитете три коррекционных школы и около 200 ребят с особенностями здоровья проходят обучение в общеобразовательных учреждениях. Действительно, как Светлана Юрьевна сказала, инклюзия – это дело будущего. Это действительно дело, очень важный вопрос. Но здесь должны быть соблюдены абсолютно все условия. Если в образовательном учреждении, и Жанна Константиновна тоже будет об этом говорить, если обучается более 25 школьников, то, к сожалению, поставить еще одно дополнительное место в таком большом классе – это большая проблема. Далеко не во всех муниципалитетах региона такая положительная динамика. Есть территории, где коррекционных школ нет, и дети не могут продолжать свое обучение. Общественники и родители внесли ряд своих предложений, в том числе шла речь о развитии дистанционного обучения. Для создания таких условий одного желания мало, надо еще очень много что-то другого. Конечно, наверное, сложновато говорить об открытии инклюзивных классов школы, где наполняемость, скажем, в начальных классах где-то 35 детей. Я понимаю, что это сложно. Поэтому очень много вопросов предстоит обсудить и решить. Обсуждение темы создания инклюзивной среды для детей с особенностями развития здоровья будет продолжено. Уже разработана дорожная карта и намечены первые шаги к решению этого вопроса.